А это дверь в нашу будущую спальню. И именно здесь я скажу ей, давай поженимся. Она написала прощальное письмо. Если я полюблю, то она говорит, что я могу жениться. Я Лариса Грузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня невеста Наталья. Муза. Ещё одна Наталья. А жених у нас Алексей. Алексей. 62 года. Председатель Товарищества художников России. Дизайнер интерьеров. Гордится своими детьми и армейскими друзьями. Мечтает посетить музей Битлз в Ливерпуле. Предупреждает, что в его кабинете ничего нельзя трогать руками. Конечно, у меня в голове уже есть какой-то сложившийся образ любимой женщины. Насколько он будет соответствовать действительности, для меня тоже главная интрига. Два года назад Алексей овдовел. Со светлой грустью вспоминает счастливые моменты жизни с любимой. И с чувством великого стыда, историю страшного искушения, которое грозило ему распадом семьи. Можно гадать, можно придумывать, а вот увидишь человека, если молнии ударят, ты поймешь, что это твой человек. Алексей не видит рядом с собой фальшивую красавицу с искусственными прелестями, надутыми губами и тараканами в голове. Женится на социально активной женщине, которая является профессионалом своего дела, не стесняется своего тела и не имеет материальных проблем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, девочки. Рада вас видеть. Здравствуйте, дорогие ведущие. Разрешите вам сделать подарок профессиональный. Ну, конечно, разрешаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такая красотулька. Ну, Роза, свахи всей Руси от души. Спасибо. Талантливый человек. По портретам посмотрела. Да, по портретам. Спасибо, согласен. Надо же было написать такие портреты, которые вообще настолько чутко и точно передают характер. Вы прожили с женой сколько? 37 лет. 37 лет в любви, согласии прямо вот. Ну, я хочу сказать, что я абсолютно счастливый человек, потому что я прожил с любимой женой 37 лет, вырастил четверых детей, посадил кучу деревьев, целая сосновая роща и построил кучу домов. Ну, с одной женой родили все детей. С одной женой, да. Ну, мне кажется, творческий человек – это хорошо, Наташ, да? Ну, ты сама творческая натура. Но все-таки вам за какой-то эпизод в своей жизни очень стыдно. Ну, искушение. Дело в том, что у каждого человека происходит ситуация, когда ему нужно как бы выбрать, с кем он – с любимой женщиной, детьми, семьей или он с золотым тельцом. То есть, как бы, когда я попал в Германию, и это было голодные 90-е годы, и в меня влюбилась немецкая фрау и сказала, или вы станете известным первым русским художником в Германии, будете богатым человеком, я вам куплю дом, куплю машину любую. Вот. Детей отправлю. Дети были маленькие. Детей отправлю в Сарбону, жену побоку. И разводитесь, и приезжайте в Германию на постоянное… И как вы ее зацепили? Ну, молодой, красивый, энергичный. Я считаю себя талантливым человеком. И, конечно, это было сильное искушение, потому что на контрасте мы по четыре часа стояли в очереди за синим цыпленком. Вы мне рассказываете, да? Я в то время жила в Лондоне, во дворце. Очень милый парень, я бы сказала. Да, мне кажется, когда он улыбается, такой милый, милый. Да, такие глазки добрые. Хороший такой. Мало того, что она была богата, она еще и озвучивала эротический фильм. И голос у нее был такой, да? Голос был сексуальный до невозможности. А жена думала, что вы чем занимаетесь в Германии? Нет, я зарабатывал хорошо, я привозил деньги, продукты, одежду. С этим проблем не было. Но только она думала, что вы там где-то едитесь в спортзале на матах, а вы еще белое немецкое тело тогда услаждали. Ну, Грешин, что называется? Послушайте, ну кто не грешен? Бросьте в нас, бросьте, чем хотите. Ой, прям родной сидит, родной человек. Да, Леш, а за одного битого, двух небитых дают, правда же? Спасибо за Дали. А мой муж говорит, лучше есть торты делиться. Ой, ну короче, и вот вас в очередной, так сказать, ваяж домой отправляет немецкая фрау, мадам. И кладет фотографии интимного содержания, очень откровенного. С надписью «Remember me». Да, «Remember me, please, Alex». Вот, ничего не подозреваю, я уже и забыл, приезжаю, цветы, дети встречают в Шереметьево. Едем домой, снимаю пиджак, вешаю, и жена достает фотографии. А зачем она шарилась, царство небесное? Нет, они просто выпали. Она специально никогда не появилась. Так там колода была этих самых. Да. И так, и эдак. И тут уже как не открутишься, да? Нет, не открутишься. А даже никаких не было отмазок, типа? Да нет, во-первых, я, что называется... А муж сказал, что идете в ногу со временем, и сегодня это просто вы были, ну, так сказать, в роли модели, потому что потом вы будете это срисовывать и продавать в метро. Да? Нет, не сказали. Олег, у меня уже началось раздвоение личности. Я уже, собственно говоря, я обманывал жену, обманывал немецкую фрау, и у меня просто... Бедный. Сейчас прямо женщина всего земного шара вас сожалеет. И жена говорит, ну, говорит, конечно, от тебя я этого не ожидала. Отчего? То, что с хлыстом в масках, и вы и раб, и господин, и она там дебила. Бедная немка. Или, в принципе, не ожидала, что вы... Вообще не ожидала. Жена перестала разговаривать, общаться, забрала детей и сказала, я одна поеду в деревню. Нужно иметь вообще сильный характер, чтобы признать свою ошибку и в этом признаться. Не знаю. Могу сказать откровенно, откровенно скажу, я его оправдываю. Короче говоря, мы садимся в машину, я уж не помню, кто из нас вел ее, и сажаем детей, собак, кошек. У нас такое большое хозяйство. Вот. И едем, значит, я в таком невминозе, не понимаю, что со мной происходит. Доезжаем до деревни, и я понимаю, что как бы что-то надо сделать с собой. Покупаю бутылку водки, выпиваю, иду топиться. Мальчик мой. Сколько вам годков было? Тридцать? Тридцать пять, да. Вот. И, ну, дело в том, что у меня что-то внутри... Оттопилистая хоть речка там была или что там? Там у нас огромная река. Вспадает в Рыбинское море. Очень хорошо. Ну, короче, когда вы вот это туда? Я нырнул и... А жене сказали, что пошли топиться? Да нет, конечно. Я спустился, сел на лавочку, выпил бутылку водки и нырнул. И что-то мне так хорошо стало. Лёд, оттуда родники бьют. Ледяные. Ледяные, да. И вдруг мне как вот, что называется, вот эта вот напасть ушла. И я думаю, я дома, с любимой женщиной, с красивыми любимыми детьми. Чем еще надо? Ну, по куроресу там, да, манек. Да. И как бы... И все стало налаживаться. А вот эта вот... Лайла, ла-ла-ла-ла-ла. Прибежал, нет к ней. Помните фильм-то, Никиты? Да-да-да-да. Да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да-да-да. А вот эта ла-ла-ла по озеру, нет? Короче, вы к ней прижались, а она вас пожалела, нет? Или не было как в кино? Да. Я просто объявила, что я никуда не еду, я стою в семье. И она меня простила. Я думаю, что для жены был это тяжелый период. Но видишь, как она, да, ну как она благородно тоже поступила. С другой стороны, неужели она даже не догадывалась? Ну, я думаю, догадывалась. Что у него там другая семья. Ну, знаешь, когда двое маленьких детей. Или он такой талантливый шифровщик. Талантливый любовник, скорее. Что жена не замечала даже. А как фрау-мадам-то? Ой, фрау мне писала из таких письма Депеши, что жена твоя из КГБ, что она тебя не пускает в свободную Германию и так далее. Что сотрудник КГБ, короче говоря. Она не могла понять, почему я не рвусь в Германию. Да-да-да. А потому что дело не только в пиве и в колбасе, мы же еще и за душу. Он же вообще специалист по тому, как куралист по молодости с женой этого же там зажигали. Ой, да прямо это вот при детях будете рассказывать? Буду. Мы знаем все эти истории уже. Дело в том, что я, когда вернулся после армии, после армии я полтора года был в Сибири. Ну, работал по 14-15 часов в сутки. И хорошо зарабатывали. И бежали на танцы. Конечно, там милые аборигенки, сибирячки. Вот. И как бы все хорошо, но нет как бы близости. Интимная близость есть, духовной близости нет. Вы что, там искали духовную близость, что ли? А дело в том, что это нас, когда я вернулся на свою старую работу, то, как и увидел свою жену, то, конечно, меня ударило молнией просто. В Москве уже все это происходило? В Москве, да. Ну, в Москве это бабы продвинутые, конечно. Понятное дело, она вам и любовница, и жена, и товарищ, и сотоварищ, все в одном лице. То есть, как правильно я понимаю, с сибирячками только вот этот здоровый секс, а вы это называете без души, да? Ну, это... А вот с выкрутасами это уже с душой. А вас уволили или не уволили за такие выкрутасы? Уволили за мараку, за то, что мы... Да. То есть, вас кто-то застал, что ли, за этим делом? Ну, один сотрудник, короче, и наявничал начальству, и... А начальник позавидовал? А начальник, да, позавидовал. А у нас в министерстве лифт ездил большой, закрытый. И вот такие же вот два вызываем, а где-то их там заклинило. Представляешь, ли спускаются, а они разлепиться не могут. Понимаешь? Уволили, конечно. И так его носили. Ну, хорошо, Наташа, эмоциональный, страстный мужчина. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это то, что тебе необходимо. То есть, если вы уже с сегодняшнего дня не встретитесь и не полюбите, и вас не полюбит ни одна женщина, вам есть что вспомнить на смертном адре. Вы понимаете, что уже вы пережили вот такую любовь, страсть, детей родили, воспитали, вы уже знаете, что такое счастье, да? Да, конечно. Детей хотите еще новых? Нет, конечно. А готовы воспитывать не своих? Не вопрос. Возрастной потолок? Ну, 53-50. Да, ровесницей не хотите? Не хочу. По одной простой причине я встречался с ровесницами, но это слезы. Почему? Дело в том, что... Например, история, как ты переписывался три месяца с девушкой, а потом пригласил ее на ужин, она сказала, мы едим мертвую рыбу, ты должен спать на дереве из этой серии. Очень много... Мы идем мертвых животных, мертвую пищу. Очень много завернутых на какой-то диете совершенно... Ну, то есть вот... Среди молодых тоже такие же. Нет, дело в том, что очень много лжи, во-первых. То есть просто откровенные лжи. Ну, какая же? Возраст скрывает? На 10 лет легко. А вы? Вы тоже скрываете? Если мы будем все свои года показывать, вы тоже на нас не отреагируете. Нет, дело не в этом. А потом, к сожалению, вот я влюбился, добивался девушки, она сказала, что ей нужно сделать пластику, ей нужно здесь убрать, тут убрать, тут подтянуть. Давай, Алексей, мы тебе выпишем проститутку. Ну, зачем мне нужен такой вариант? Она сказала? Она сказала, да. То есть пока она будет отстригать все эти все? Ну, это кошмар какой-то. Ну, и на полном серьезе. Очень искренний человек. И что для меня важно, на мой взгляд, он надежный. Вот папа, я рядом с ним себя чувствую пенсионеркой, честно вам скажу. По энергетике он очень живет полной жизнью. Ну, расскажите полной жизнью. Он зарядкой занимается? Зарядкой занимается. Фитнес ходит? Фитнес. Ну, ходил, сейчас я думаю, карты нет, но ходил, да. А живет тогда на что? 25 раз легко отожму. Ну, я тоже. А это... Папа, он дизайнер, у него проекты. А чем живет-то? Дизайн проекты. У купца какой придан это? Ну, на данном этапе, сейчас я просто сдаю квартиру. Так. А большая квартира-то? Двукомнатная. А, ну, тысяч тридцать. Побольше. Побольше? Давайте посмотрим. Еще, может, фантазировать, что побольше. Для моей девушки, с которой, я надеюсь, познакомлюсь на передаче, давай поженимся. Это мой кабинет. Здесь я провожу основную часть своего времени. Зачем? Это я живу картиной, создаваю проекты. У меня есть штуки. Я собираю виниловые пластинки в 70-80-х годах. Битлз, Рулинги, Ди Пёрпл, Лэдз Эппелинг. Кухня является центром притяжения всей нашей жизни. Есть, Дженнис. Особенно по выходным дням. Любим собираться за круглым столом и делиться впечатлениями о прошедшей неделе. А еще в нашем доме существуют правила. Шуточные. Открытое закрыть, грязное помыть, голодного накормить, а грустного обнять. А это дверь в нашу будущую спальню, которую, я надеюсь, мы обустроим вместе. Вместе с моей девушкой. А почему девушка? Мы же бабушки. Я скажу. Девушка, да девушка. В буквальном смысле девушка нужна. Прямо мне обидно, когда меня девушка называют. Как хорошо, что я делала красное платье. Да. Ты заметила, что у нее дома все тоже из красного дерева. Он, значит, очень любит красный цвет. Цвет страсти. Шампунем «Лошадиная сила» наши участницы точно обретут счастье в личной жизни. Потому что роскошные волосы – это самый короткий путь к сердцу мужчины. Запомните это. Вам 62 года, вы работаете, зарабатываете, вы хорошо выглядите, у вас ясный взор. У вас есть желание любить его с любимым. Я вообще не вижу проблем с женщинами. Единственное, я всем вдохцам, кто прожил вот такую прекрасную жизнь в семье, задаю один и тот же вопрос. Много фотографий жены? Ну, на видных местах. Ну, достаточно. Где вы живете? Нужно будет убрать. Поверьте мне, вот и девочки соглашаются. Поверьте, это из вашего сердца, из вашей души не уйдет никогда и никуда. Но любая женщина, которая придет, она и так будет себя чувствовать неловко, а еще под взглядом покойной супруги – это будет вообще кошмар. Поэтому оставьте это ваше личное. Не сравнивайте никогда, потому что все будут проигрывать. Просто если вы готовы сейчас заново проживать жизнь новую, проживайте, правда, с чистого листа. Лариса, дело в том, что жена, когда поняла, что она уходит, она написала прощальное письмо, в котором она меня благословила. Если я полюблю, то она говорит, что я могу жениться. Девчонки, мои куколки, я вам желаю вот такой же большой любви, вот такой же, вот таких же отношений в ваших будущих семьях, если вы еще не женаты, мои дорогие. Поэтому, ну, поплачь. Есть причина, чтобы поплакать. Люди добрые, душевные. Естественно, она вспомнила малую, понятно, что. Роза. Ну вот, семья держится на общей реальности. В молодости это совместно нажитое имущество и дети, то, что не даст развестись. Когда вот такая история, либо развод, либо вот вдовство, как у вас, вот я про себя думаю, что же должно держать людей, чтобы они не разбежались. Пока я зацепиться просто не могу. А вы еще про любовь какую говорите, на которой вас благословило это. Вы что, действительно думаете, что еще любовь у вас проснется когда-нибудь? Почему нет? Ну, бог вам помощь, как говорится. Ну, он человек творческий, художник. Ну, пускай дальше. Во-первых, мне нужна... Я вообще мечтаю, а мы с вами... Вы еще про музу скажете, что вам нужно. Про музу скажу, да. В нашем возрасте выживают гуртом, понимаешь? Надо как-то вместе, пока им некогда будет. Поэтому мы должны быстренько строиться, нажимать на гробовые, побольше подработать, чтобы у нас это деньжат было. Понимаешь? А женщина, она должна не помогать, а не мешать. И не бредить по поводу сексуальной. Посмотрите, какая у меня спальня будет. И что вы там в эту спальню делать будете? В карту шли играть или книжку читать? Я еще могу стать акцентом. Ого-го, я знаю. У вас все еще хорошо, знаю. Хороший человек. Надо брать. Надо брать. Ну, я тоже кажется, что есть, конечно, элемент фантазии по поводу спальни и то, что там будет происходить. Мне это трудно представить, потому что, ну, во-первых, это некрасиво. Потому что это только в кино, когда свет красивый, когда тончиком припудрили, все. Вот вы себе, даже 30-летнего, представьте себе, что вы занимаетесь любовью и просто мельком посмотрите на себя в зеркало. Это же триллер просто. Страшнее не придут. Если при этом не притворяться, понимаешь, и не закатывать красиво глаза, и не закусывать губу. Потом, это не вся жизнь, это только часть спальни. Согласен. Мне кажется, если женщина будет заниматься творчеством, ближе будет вам по духу, да, вот та самая общая реальность, которую упомянула Роза, чтобы она все равно была связана с этим. Потому что только в молодости может бухгалтер жить с рокершей. Потому что там все равно, там время по-другому распределяется. Там световой день не важен, понимаете? Там главное, чтобы было. На мой взгляд, для него важны человеческие качества в первую очередь. Ему нужна женщина. Нет, он еще все-таки позиционирует себя как достаточно такой мужчина в соку и хочет, я так думаю, как-то продолжать интересно свою личную жизнь в спальне. Конечно, вы действительно в чем-то типичный рак, Алексей. Потому что Венера, Меркурий в раке, Солнце, безусловно, домашний, уютный. Дом играет огромную роль. Поскольку вы уранист, непростой рак-то на самом деле. Вы человек такой, который любит перемены. И в этих переменах вам иногда надоедает одно и то же. Должен быть партнер, который умеет вовремя сказать, слушай, а давай-ка мы с тобой сорвемся, побежим куда-то, куда вы не ждете. Спасибо огромное. Я с удовольствием прислушаюсь. Знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Наталья. Очень приятно. Я рада знакомству. Взаимно. Так же, как и вы, увлекаясь творчеством группы «Битлз». И надеюсь, что в Ливерпуль, в музей, мы с вами поедем вместе. Чудесно. Буду надеяться. Пойдемте. Пойдемте. Наталья. 53 года. Заместитель директора в агентстве недвижимости. Хорошо шьет, изучает иностранные языки и следит за театральными новинками. Гордится своими дочками. Мечтает, обнявшись с любимым, целоваться на улице. На протяжении 26 лет Наталья купалась в любви своего мужа и наслаждалась статусом жены. Поэтому известие о разводе стало для нее страшным ударом. Надеяться, что с Алексеем ее глаза вновь засветятся от счастья. Алексей, вам так понравилось, Наталья, что вы даже цветы забыли. Да я... Выручайте, выручайте, быстро. Ну, так. Наташа, ты так делаешь? Спасибо. Спасибо. Ой, прямо понравилось, видно. Ой, ну, хорошая она. Мне очень нравится. Она такая, прям с картинки такая. Чудесная. Она получилась очень. Что должно было произойти, чтобы семья распалась? В нашу семью пришло большое горе. Умер папа. Папа и для меня, и вообще для всей семьи был основой. Это столб. А для меня папа образец. И мама, наверное, была в диком горе, которой нужно было помогать, утешать, да? И вы сами были безутешны. Я была в очень большом горе, в очень большом горе. И долго. И очень сильно переживала, да. Скажите, а муж пытался как-то вас утешить или его раздражала ваша вот эта тоска по папе? Ну, получилось так, что мой муж футболист, он редко бывал дома. И как раз, когда это случилось, он работал в Казахстане. И поэтому те редкие дни, когда он приезжал, в нашей семье не было праздников, не было тех фейерверков, к которым он привык. То есть она ушла, она переключилась на это горе. И очень сильно... А он привык к яркой женщине и к яркому шоу каждый раз. Да, что у нас всегда позитивное, жизнерадостное, а тут... Мужчина вообще редко чувствует, естественно, она была расстроена. Скажите, вот когда вам муж сообщил о том, что он от вас уходит, то, что он не может больше на это смотреть, может быть, он таким образом хотел вас привести в чувства, чтобы вы, наконец, очнулись и поняли, что живым жить, о живом думать? Нет, я думаю, что произошло совсем не так. Я думаю, что, вы знаете, вот эти восемь месяцев, которые прошли после смерти папы и до нашего разрыва, муж, наверное, не справился с той ответственностью, которая на него легла. Потому что, вы знаете, в нашей семье, в нашей семье все было подчинено футболу. Правильно, папа звезда, папа зарабатывает. Ну, мама тоже зарабатывала. В плане зарабатывать мы с мужем зарабатывали оба, здесь мы на равных. Да, а тут не переживайте горе, справиться не можете. Я не могу, я перестала быть той веселой, легкой. Красивой, привлекательной. Да, такой красивой. Секс, наверное, исчез из вашей жизни. Не очень. Да, что вы хотите сказать? Она не хотела, знаете, она не замыкалась в себе настолько, что вот едва как бы заходил муж, что тут же начинала рыдать. Просто любимому и родному человеку хочется же, когда ты его долго не видишь, увидеть его, прижаться, поплакаться, ну, хотя бы какое-то время, две недели. Ну, он же тоже не все время приходил домой, то есть у них были сборы, правда. А он мужчина, ему можно. Зачем тогда партнер, если ему нельзя поплакаться и нельзя рассчитывать на его поддержку и помощь? Ну, вот погружаться в это, я считаю, что это, конечно, даже нельзя требовать от другого человека. Здесь нет виноватых, нет правых. Наталья любила своего отца, имела право оплакивать один год и пять лет. Понимаешь, проблема в семье была не в вас и не в нем. А имущество делили? Правда, ему захотелось свободы от слез, свободы от переживаний, от страданий. Отпустили легко? Внешне легко, но внутренне очень тяжело. А имущество не делили? Нет. Мы все вам оставили? Да. Я думаю, что она его слишком сильно любила и не поняла. И не ожидала от него. Не ожидала, что он ее не поймет. Наташа, у него семья есть сейчас? Нет, он не женился, и я замуж не вышла. Никогда не разговаривали по душам? Уже когда подостыли от этих событий? Нет. Я не очень люблю встречи с ним и разговоры с ним. Почему? Потому что больно? Потому что это больно. Больно до сих пор. И мне кажется, ему тоже больно. Смотри, сколько лет прошло, а ей тяжело до сих пор. Вот она как говорит вот с такой прям вот с болью. Хорошо, смотрите, вот сидит перед вами Алексей. Нравится? Да. Разница 10-летняя в возрасте не смущает? Нет, меня не смущает. Я послушала историю. Вы знаете, что меня подкупило? Ну, сначала вот это вот, конечно, ну, как все мужчины, ну, надо же, какой. Вот. Но меня подкупила искренность. Вот эти вот искренние глаза. Вы знаете, вот я даже сказала своим друзьям. Да, вы сказали. Удивительно. Что, как бы я для себя вот эту прям вот простила. Алексей, у вас три бонуса. Очень сердечный. Дедушка Мороза. И вот этот праздник накрывается красивый огромный стол. Мы приглашаем родственников, друзей. То есть это должен быть полный дом народа. А этот праздник называется письмо Деда Морозу. То есть это такой яркий, веселый. Вы пишете письмо Деду Морозу. Да, душевный праздник. Ну, Дедушка Мороз должен же за месяц денег накопить на подарки и найти подарок. Да, да, да. А пишет все. Все. И ведь. От мала до велика. И куда относите? Передаем старшему. Старшему в семье. А кто старшему? Раньше передавали папе. Теперь передаем, ну, маме, так как моего супруга нет. Когда будет у меня супруг, он будет старшим. И вот уже старший, ответственный, передает письмо. Куда девает? То есть Деду Морозу отправляет. А Деду Морозу исполняет желание. То есть, в принципе, я вас поняла. Начнем все просматривает, а потом все покупает. То есть вы правы. Хорошее дело. А сюрприз приготовили? Да. Давайте посмотрим. Алексей, я хотела бы вас попросить помочь мне. Да, с удовольствием. Так это скоро, последнее. Так она уже, видишь, предлагает. Поторопиться. Да, предлагает ему поучаствовать в этом. Алексей, я хотела бы соединить моё хобби художественной сервировки стола и ваш талант художника. И помочь мне оформить, даже не мне помочь, чтобы мы вместе оформили фруктовую тарелку. Давайте сделаем бабочку. Я видела у вас в кабинете. Так, это у нас черника. Это черника, да. Это черника. Смотрите, давайте сделаем обводочку. Так красиво, так интересно, неожиданно. Мне бы такое точно в голову не пришло. Вот что значит талантливый человек, талантливый во всём. А дело в том, что здесь не хватает. То есть у нас как бы силуэт немножко дробный, и нужно его подчеркнуть. Вовлекла процесс его. Похвалила. Похвалила. Да, молодец. А он, смотрите, как увлечённо помогает. Он уже всё, он весь процесс. Видно, что художник. Ну что, у нас, по-моему, всё получилось. Ну всё. Да. Ну ладно. Несите сюда, давайте, прям произведение искусства. Несите, пожалуйста, угощайте ведущих. Проходите. Какой же он классный и искренний. Он здоровский. Какой искренний, чистый человек. Вообще. Наташа, ты ему очень понравилась. Ты знаешь, он мне тоже. Ты со мной её делала медленнее, чем с ним. Ну хорошо, рассказывайте, делитесь. Как вам тётя Наташа? Ой, тётя Наташа очень понравилась. А мы, к тебе, вчера говорили, прям кремень. Она уже и так вам, и так, прям под нос. Мне кажется, волновалась очень. Ну, очаровательная женщина. И папа волновался, и она волновалась. Безусловно, внешнее стопроцентное попадание по этому вкусу, я считаю. Да, она красивая женщина. А вам не показалось, она немножко не в себе? Мне показалось, она вновалась очень. Такая муза просто. Девочки молодцы, они хотят видеть папу счастливым. Они хотят, чтобы у него была личная жизнь, чтобы он создал семью. Это радует, это приятно. Вот про отца говорили. Мне больно было слушать, Роза, потому что вы вот говорите, мужчина не терпит. Ну а как же в болезни и в радости? Это же предательство. А жена нужна здоровая, милая моя. Все равно это предательство. Понимаешь, дело не в ногах. Никто не спорит. А для нее отец, это она сама. Понимаете? Она в выражении своего отца, она его гордость, она его очень любила и любит. Вот даже когда он ушел. И в мужчине она ищет, наверное, вот такое же и материнское, и отцовское начало. И в вас она это увидела. Вы похожи во многом. Наташа, ну ты бы, ты бы, ты была бы с ним до конца и не предала бы и не отказалась, если бы у него так случилось. Знакомьтесь со второй невестой. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Алексей, вы, наверное, искали музу. Вот это, наверное, и я. А как вас зовут? Потому что меня зовут Муза. Да, это вот такой вот сюрприз. Музочка, решите вам вручить. Спасибо большое. Пойдемте. Муза. 42 года. В прошлом – таможенный брокер. Сейчас художественный руководитель театрально-музыкального коллектива. Занимается благотворительностью и ведет активный образ жизни. Гордится своими спектаклями и предупреждает, что никогда не откажется от любимой работы. Супруг Музы уехал на заработки за границу, а через полтора года сообщил ей, что семейная жизнь больше не входит в его планы. Надеется, что для Алексея она сможет стать главной музой его жизни. Здравствуйте. Здравствуйте. Муза, а Муза – это ваше имя данное при рождении? Да. Это мне папа меня так назвал. Он тебя совсем иначе встретил. У него горели глаза. Я не знаю, конечно, до отъезда за границу у вашего мужа. У вас в семье все было в порядке? Когда пишут в сказках о истории любви, это, наверное, как раз можно было написать любую книгу о такой прекрасной любви и прекрасных отношениях. И сколько вы в такой сказке прожили? Ну, где-то шесть лет. Дети родились? Нет, у меня был от первого брака сын. Он как бы и был, и есть. Первый муж у меня в Германии, а второй, получилось, в Дании. Скажите, а что за нужда погнала вашего мужа в Дании? Ну, получилось так, что у нас был большой бизнес. И, в общем, он разрушился с очередным кризисом. И он сказал, что мне надоела борьба за выживаемость. Я хочу попробовать устоиться за границей. И как только устроюсь, я вызову тебя, да? Да. И когда прошло какое-то время, вы ему позвонили с вопросом, мол, когда он ответил, что... Нет, была другая история. Я должна была закрыть бизнес и поехать к нему. Но получилось так, что бизнес очень тяжело было закрыть, потому что люди не отдавали долги. Ну, в общем, это всё связано было с финансами. И когда я уже просто, как говорится, махнула на всё рукой и решила, что нужно ехать, ну, и он сказал, что сейчас мы уже разные люди и у каждого своя жизнь. Он разбил вам сердце своим признанием? Вы знаете... Или вы были готовы? Нет, я, конечно, была абсолютно не готова. Потому что, когда человек тебе за месяц до этого звонит и говорит, что «А ты знаешь, что такое жить без тебя?» Она, мне кажется, холодной какой-то. Первая женщина мне показалась такой тёплой. Ну, на контрасте, может быть. Может быть, на контрасте белая чёрная. Ну, я думаю, она просто очень волнуется. Ну, было и было. 20 лет разницы с Алексеем. Да вы знаете, мне кажется, я вот вижу, он творческий человек. И я тоже творческий человек. Мне кажется, у творческих людей вообще они вне времени и вне возраста. Вы же были... Какое творчество ваше? Вы же работали брокером. Я руководитель своего коллектива, своего театра. Я режиссёр. А деньги приносит эта история? 20 человек. Но сейчас вот уже действительно... Ну, сначала, как говорится, мы работали на имя. А теперь имя работать стало на нас. Конечно, стали приглашать и... Ну, а вот когда зарплата брокера и сейчас... Ну, если бы не было зарплаты брокера, не было бы театра. А вот на гастроли вы поехали, а ему, извинить, хочется пообщаться. А вы говорите, нет гастроли. И на кой вы ему тогда? Ну, извините, сейчас такие средства связи, что можно... А зачем ему связи? Может, он в спальне хочет? Он с вами что, будет медитировать, что ли, по скайпу? Ой, не знаю, мне кажется, всё-таки у него... Он такой тихий, творческий человек. Мне так кажется. Это всё-таки тихое творчество. А в ней другая чуть-чуть энергетика. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и свидание на единицу. Скелет. Ой, какой ещё там скелет? Что там за скелет? О-о-о, что это значит, платочек? Безутешно. Я, наверное, думаю, что мой скелет в шкафу, то, что я никогда не плачу и не прощаю предательства. По предательству хотя бы один пример предательства. Ну, если касается театра, допустим, не пришёл на спектакль, при том, что он играет какую-то роль. Это не предательство. Это просто вы увольняете сволчим билетом, ставите его вообще на штраф такой, должен заплатить это. Нет, вы понимаете, у меня дело в том, что у меня такой театр, в котором, когда мне говорят, кто у тебя играет, я говорю, те, кто любит безумно театр, и те, кто любит безумно меня. Потому что финансовый составляющий КБ. Я знаю, что вам нужно переодеться для сюрприза. Мы вас ждём, дорогая. Давайте. Красивая женщина. Яркая. Очень яркая, красивая, лёгкая, эффектная. Предательство, если бы не пришёл актёр на спектакль. Это что там за актёры тогда такие? В страшном сцене не могу себе этого образить. Не, ну почему женщина должна быть чем-то увлечена, и потом папа не ищет себе домохозяйку? Мне не нужна домохозяйка абсолютно. Послушайте, а потом вы начинаете нервничать из-за того, что она ничего не умеет делать. Не готовит, не стирает, не гладит, а у вас нет средств на то, кто бы это делал. И сами потом начинаете ныть. И только на кухне, это кто может сравниться с Матильдой Майклой. Папа сам всё-то умеет и готовить и стирать. А мама сам умеет и стирать. Тогда на кой ему вообще женщина нужна? Папа умеет всё. Муза нужна. Ну кто такая муза-то? Друг по жизни. Они с мамой всегда были партнёрами. Не надо своего... Ваша мама прожила с ним больше 30 лет. Сейчас придёт другая тётя. Вот с какого перепуга она должна, извините, повторить опыт 30-летней, тем более не молодая. Нет, я думаю, что это должна быть другая совершенно история. Но совместные интересы... Смотришь, как они... Мама, 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 мама. Фотографии тоже. Вот здесь что надо бояться-то. Не надо. А муза, не муза. Да ну, это вы всё так говорите. Мы живём отдельно, своей жизнью. Ну вы же не на том этом. Не согласны. Я с тобой редко не соглашаюсь. Сейчас не согласны. Девки абсолютно вменяемые, всё правильно говорят. А как они будут определять, муза она или не муза? Ну, во-первых, они пришли только в качестве советчиц. Ну да. Я бы... Ты свою сегодня работу не выполняешь, я что ли её должна? А я как раз и выполняю. А ты спроси, что четверо детей... И что? Что получит жена, которая будет... А ничего там не получит. А ты чё, челески не бывает. А чё мне тут это распинаться-то? На девочек уже всё расписано? Ничего, конечно. У нас у каждого по квартире. Ну, в смысле, если мы за вами ухаживаем, не дай бог, конечно, если с вами что случится, мы же за вами ухаживать будем. А что стараться-то? Я не буду. Да, дарственные ли напишите? Я не буду, ты мы не обобщай. Кого ты вещь веду? К квартирам. Мы Николай Второй. То есть нам там ничего не обломится. Вот с чего это? Мы вот будем с пожилым человеком вот просто так, за Заром живёшь. Да ещё он... Не хочу опять вспоминать эту спальню. Ну, не больше ничего. Всё же давно на ваших детей отписано. Чем держать будем? Что же она всем пожилым человеком-то называет? Ну, она его подстёгивает. Так, сюрприз готов. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Это будет совершенно не в такт-музыке. Муза. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И мне вас дети не касаются. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Отсюда, через сцену, в свою комнату заберите цветочки, не забудьте. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Радмила и Людмила, вот вам не будет скучно. АПЛОДИСМЕНТЫ Создала театр, где люди могут в свободное время приходить, что-то петь, танцевать. Но да, непонятно, будет ли у неё действительно время на мужчину. Не будет. Нет уж, она будет гореть всё время. Она будет перья пришивать, стразы на кухне, вместо того, чтобы готовить костюмы к премьере. Ну да, он смотрел на вас всё время, сидел, прям смотрел так интересно, изучал всё, что говорится. Ну, не поцеловал же. А в нашем возрасте, в таком стариковском уже, чем меньше мы бываем друг с другом, тем лучше. А она вот надоела, раз она побежала к себе, а так вы будете маячить друг перед другом. Туда-сюда, туда-сюда. Конечно, конечно, ещё будете это бу-бу-бу-му-му-му. Она любимым делом занимается, это главное. Дело, которое доставляет удовольствие. Конечно. Счастье. У вас действительно что общего, вот то, что может быть общего, это творчество. Это творчество, это уважение друг друга. У неё, плюс ко всему, есть уникальная черта, очень редкая у людей, которые, вот, как она, кажутся очень гордыми, требовательными. Она поразительным образом, там, где ей нужно достичь какой-то цели, может договориться с кем угодно. Это невероятное качество, но она это может. У нас ещё есть невеста, проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Наталья. Очень приятно. Мне кажется, у нас с вами очень много общего, я тоже рада нашему знакомству. Ну, чудесно. Спасибо. Наталья, 50 лет, помощник директора научного института, поёт под гитару, пишет стихи, ходит в театр и любит путешествовать. Гордится своим оптимизмом и предупреждает, что её надо хвалить. Мечтает побывать в Диснейленде. Наталья прошла с бывшим мужем нелёгкий путь по военным гарнизонам страны, но, переехав в столицу, поняла, что хочет начать новую жизнь. Здравствуйте. Ой, какие вы нарядные, какие вы все красивые. Спасибо. Я представляю, какая вы были в 25. Наверное, головы не только мужчины сворачивали, да, но и женщины. Мне кажется, подруги-то её затмевают немножко своей красотой. Ну, есть такое, но... Как бы так она, видишь, с мужем по гарнизонам, не то, что я. Послушайте, ну это невероятно. То есть вы с мужем прошли все эти гарнизоны, бедность, все вот эти бараки, безденежи. И когда переехали в Москву и казалось бы, живи, не хочу, всё хорошо, и квартиры, вы взбрыкнули. Чего вдруг? Да, так получилось, что мы действительно прошли очень адскую, можно сказать, жизнь. Без воды, без света, по гарнизонам, по степям. От лейтенанта дошла я с ним вместе в жизни до полковника на генеральской должности. Ну, просто классика. Конечно. Да, и поэтому, когда мы вернулись в Москву, и наконец-то в результате получили своё жильё, мы, наверное, думали, у нас всё будет отлично. Но вышло всё, к сожалению, наоборот. Почему? Вы знаете, мы поженились, и он меня любил с детства. И когда мы поженились, я была уверена, что так будет всегда. Но оказалось, что человек считает меня просто собственностью и практически деспот. Оказалось, что я должна всегда сидеть с детьми и ждать его сослужбы. Это женская доля. Когда я приехала в Москву и попробовала устроиться на работу, а устроиться было надо, потому что жить было не на что, время было такое, чтобы квартиру снимать, мне пришлось зарабатывать несчастные 100 долларов. Ну, и тогда выяснилось, что он тиран и ревнивец, да? Да, получилось так. Потому что когда я устроилась на работу с секретарём директора в коммерческую компанию, он сказал, что секретарши варят кофе и спят с директорами. Это вся их миссия. Наверное, она подумала о том, что ей нужно себя реализовать, себя найти. Но ведь что она там и жизни-то не видела, кроме гарнизонов, детей. Ну и что, вот прямо достал ревности? Да, вы знаете, даже были угрозы. Он мне говорил так, что вот если я узнаю, что ты меня изменяешь, то я могу тебя выбрать из девятого этажа. Или у нас было дома табельное оружие, и он говорил, я просто ревлю тебе коленку, если я узнаю, что ты меня изменяешь. Я ещё так смеялась, думала, он шутист, и говорила, а почему коленку? А он мне говорила, а потому что она не срастается. Вот, к сожалению, такая, может быть, это была любовь, но это какая-то была любовь эгоиста, собственника. Замените расстрелом такую любовь называется. Слушай, ну нелёгкая у неё судьба была, я тебе хочу сказать, как бы с очень нелёгким человеком. Алексей, конечно, совершенно в этом отношении такой невесомый человек, ну творческий, конечно. Сколько детей у вас, двое? У меня двое детей, да. Внуков ещё нет? Нет, есть у меня три внука. Привязаны, помогаете, вместе живёте? Конечно, я помогаю, конечно, я их обожаю, но мы живём отдельно. Нет, помогаете системно, то есть вы узнаете, что понедельник, среда, пятница, вам из музыкальной школы забрать, у себя переночевать. Нет, то есть ваша добрая воля, да? Моя добрая воля, да. У вас остался один бонус, свидание наедине. Проходите. Цветочки сразу возьмите. Ну, я думаю, что Алексею эту женщину всё же понравилось. Понравилось? Я думаю, да. А вы подружки давние? Да. Я Наташу знаю больше 30 лет. А ей что в жизни не хватает, что она хочет в неё втянуть мужчину? Ну, вы знаете, как вот есть люди, наверное, которые могут существовать сами, иметь своё любимое занятие, а ей хочется семью, мужчину, другу, чтобы сделать вместе. То есть с кем-то надо без её? Да, да. Потому что подруги подругами, а вы замужем? Мы все замужем, да. Ей нужен мужчина-друг. Мне нравится, что вы творческий человек, а вот я, например, очень люблю путешествовать на автомобиле. Как вы к этому относитесь? Чудесно. Вы бы поехали со мной в какую-нибудь длительную поездку? Наташ, ну, с одной стороны, я это сделал бы, с другой стороны, мне, как человеку работающему, мне всё-таки нужно будет договориться. Ну, это, конечно, я тоже работающий человек, надо просто попросить длительный отпуск, чтобы нас отпустили. Я думаю, конечно, конечно. Потом Наташа дисциплинированная, всё-таки, жить по гарнизонам, да, и от... Она прошла школу. ...до полковника. Да, она прошла всё. Очень пунктуально, очень быстро собирается, легка на подъём, абсолютно. И очень обязательно. Обязательно. Хозяйка, судя по всему, хорошая. Хозяйка отличная. У вас есть сюрприз, да? Покажите. АПЛОДИСМЕНТЫ Моей любви ты боялся зря, не так я страшно люблю. Навыла Матвеева, да? Мне довольна видеть тебя, встречать улыбку твою. А если ты уходил в другой, или просто был неизвестно где, Мне было довольна того, что твой плащ висел на гвозде. Скучновато как-то. Да, даже слушать скучно, честно говоря. Как бы хорошо она не пела, но... А ему совсем, наверное. И в тёплом ветре ловить опять. То с крикок плачь, то литавров месть. А что я с этого буду иметь, того тебе не понять. Спасибо большое, спасибо. Проходите в свою комнату, забирайте подружку. АПЛОДИСМЕНТЫ Кипит в руках, и всё готово, и стол, и дом как у стрекозы, понимаете? А вот действительно она умеет организовать на пустом месте жильё. Я думаю, у неё всё получается. Муж у неё всегда авторитетный будет. Но понимаете, внутренне её никто не ограничивает. Она действительно может в любой момент уйти. Но вот как женщина, она всегда готова пожертвовать собой. Чем больше любит, тем больше жертвует. Ну что, девчонки? Кому? Да, единогласное мнение. Первая невеста Наталья. Она так на Марию мою похожа. Они вообще удивительно подошли бы твои девчонки и его девчонки. Роза. Ой, что Роза-то, Роза. Тогда я. Ну, если вам нравятся телесные женщины, то, конечно, к Наталье. А Наташка-то захочет с ним пойти? Наташка захочет, иначе бы она не боролась за него. У него решение в глазах, оно было видно сразу. И все эти искорки, они его сейчас приведут в нужную комнату. Тамарочка, не разочаруй. Безусловно, Наталья идеально вам подходит. Правда? Первая? Так идите, идите туда, куда... Сердце, а мы вас поддержим. Если бы меня назвали бы Мухой, вообще, просто я бы убила бы его. А вас не эта Муха укусила, когда вы в него влюбились? Он был необычный. Он назвал Муху Аллу-Руфу. Ну, красивая. Руфа – это плотание рыжая. Алла-рыжая, да. Не, ну, красивая. Я предлагаю всем выйти и поддержать Алексея. Привет, моя дорогая. И в губки. У нас есть пара – Наталья и Алексей. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно не сказала вам. Давай, пожелимся. Счастья вам!